Это праздник Пурим. Пурим на иврите — это жребий, бросание жребия. Он возвращает нас к книге Исфирь, которую большинство из вас читали. Вы знаете историю, я имею в виду то, что сверхъестественным образом всё изменилось. Аман пожелал уничтожить Мардыхая, но не только Мардыхая, а весь его народ — евреев. Евреев, живущих в изгнании в Персидской империи. Древняя Персия — это то же самое место, что современный Иран сегодня. Бог полностью перевернул ситуацию, и еврейский народ был освобождён. И именно Аман погибает, а не еврейский народ. Ежегодно с того времени, в течение почти двух с половиной тысяч лет, празднуется Пурим. Ежегодно с того времени существует эта памятная дата, говорящая, «Эй, мы всё ещё нуждаемся в освобождении от наших врагов. Это время празднования, время дерзновенной еврейской веры в то, что Бог освободит нас». И вот удивительные факты о книге Исфирь. Это единственная книга Библии, не подтверждённая в библиотеке Кумрана. «В свитках Мёртвого моря». То есть у нас есть рукописи, даже небольшие отрывки отдельных текстов из разных книг Библии, которые были найдены в Кумране. «В свитках Мёртвого моря». Каждой книге, кроме книги Исфирь — удивительный поворот истории. Вот ещё один интересный факт. В книге Исфирь нет ни одного имени Бога или упоминания Бога. И тем не менее, вы чувствуете, что Он всегда действует. То есть для нас это идеальный пример невидимого Бога, действующего так, что мы этого не видим. Там нет даже упоминания молитвы Богу. Только пост, что, очевидно, подразумевает духовное действие. Но Бог действует, даже будучи невидимым. Прямо сейчас, по всему миру, да, прямо сейчас, в год президентских выборов в Америке, Бог действует, но то, что Он делает, сокрыто и находится за кулисами. Книга Исфирь напоминает нам об этом. Интересно, что иудаизм, традиционный иудаизм, разработал имя для Бога — «гамаком», что буквально означает «место». И это слово «гамаком» — «место» — появляется в книге Исфирь. «Гамаком» — «место» — появляется, когда Мардыхай говорит Исфири, что если ты не поступишь правильно, освобождение придет из другого места. Это как неявная ссылка на Бога, который вмешивается в человеческие дела. Есть старая шутка, которая гласит, что в каждом еврейском празднике есть эта тема. Они пытались нас убить, Бог нас спас, давайте покушаем. Это действительно тема Пурима, и это ежегодное воспоминание о том, что есть враги, которые хотят уничтожить еврейский народ. Смотрите, современный Иран сегодня — аналог Древней Персии. Они точно являются врагами Израиля. Их лидеры призывают к уничтожению Израиля. Они ежегодно сжигают израильские флаги и скандируют смерть Израилю в День Иерусалима ежегодно в Иране. Эти враги с ядерным потенциалом все еще существуют. Книга Исфирь все так же актуальна, как и всегда. В это время празднования еврейские семьи собираются вместе, и люди переодеваются так, что кто-то будет Аманом, плохим парнем, и они устраивают театральные постановки, и каждый раз, когда упоминается имя Амана, его освистывают. И, скажем, в 91-м году люди одевались, как Саддам Хусейн. Он был Аманом того времени, и он посылал ракеты Скат в Израиль, которые должны были привести к сотням и сотням жертв. Вместо этого в результате практически никто не погиб, и когда война в Персидском заливе внезапно окончилась, это был Пурим. Ух ты! Представляете? И существует традиция, которая уходит корнями к любавическим хасидам, ортодоксальным евреям-хасидам, которые живут в Бруклине. Когда их великий Рэбе учил во время Пурима, посреди длинного учения он рассказал такую странную историю. Все пели «Ура» этому русскому парню, но один еврей не хотел произносить этого, но он говорил «Хура! Хура!» На еврите вместо «Ура» это было «Гура!», что значит «Он зло». Никто не понял, почему вообще он рассказал эту историю, но после они узнали, и, конечно, это был Пурим. Именно в это время у Иосифа Сталина случился приступ, и вскоре после этого он умер. И, конечно же, именно этот удар не позволил ему воплотить очередной кровавый замысел против евреев. Это только часть легенды и традиции, связанные с этим днем. И вот еще один последний факт, о котором вы, возможно, не знали. Есть еврейское имя Эстер — Хадаса, но ей было дано языческое имя Эстер в этой книге. И Мордехай, у него языческое имя. Если вы когда-нибудь видели в Библии упоминание Мордука, Вавилонского бога, у него языческое имя. Живя в изгнании, даже в этом мире, даже имея языческие имена, мы все равно можем жить Божьими целями. Мы все равно можем быть свидетелями. Книга Эстер актуальна всегда. Время празднования, время веры, время признания сокрытого бога — это все еще действует для погибающих овец дома Израилева.